Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео, и в сегодняшнем видео мы с вами будем продолжать тестировать недотестированные новинки, то, что я вам не показала в последних видео. Сегодня мы с вами поиграемся с палеткой от Pocalure под названием Party Time. Сегодня мы с вами рассмотрим два оттенка матовых помад, жидких матовых помад из линейки Million Kisses от Belor Design. Также покажу вам новые реснички, как они выглядят на мне, ссылки на них я оставлю внизу. Поэтому будем использовать новую подводку от Belor Design в фиолетовом оттенке, будем использовать черную подводку от Pocalure. В общем-то, нас ждет много чего увлекательного и интересного. Сегодня не будет базового, нейтрального, повседневного, нюдового макияжа. Сегодня я прям сделаю хардкорный, вы видите на мне, для кого-то макияж. Сегодня я уйду во все тяжкие и буду наслаждаться всеми теми оттенками, которые есть в этой палетке. Поэтому, если вы не любите такие яркие макияжи, если это не для вас, то сейчас же вы можете это видео выключить, потому что мой макияж к концу видео не изменится, он останется точно таким же. Ну а тем, кто со мной в одной лодке, кто любит и посмотреть, и сделать, либо только посмотреть, либо только делать такие яркие макияжи, добро пожаловать, давайте начинать. И давайте начнем с того, что я вам покажу с вочи всех оттенков из палетки Party Time от Focalure. Покажу вам, как она выглядит. Очень красивая палетка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Здесь оттенков. Из них только два матовых. Персиковый, светло-персиковый и брусничный оттенок. Здесь есть глиттерная формула, здесь есть дуахромы, здесь есть абсолютно другие для производителя Focalure металлические оттенки. Поэтому давайте начнем со свочей. Первый оттенок под названием Tequila. Здесь, кстати, такие классные названия оттенков. Все действительно связаны с вечеринкой. Персиковый оттенок, очень похож на цвет моей кожи. Следующий оттенок в караоке. Сама подложка в нем матовая, но вот эти золотые блестки явно присутствуют. Следующий оттенок. Это второй полностью матовый оттенок из палетки. Виталик под названием Vip. Очень красивый такой, солнечный. Так, видно вам что-то, что я делаю? Оттенок под названием Маскарад. Это то, что у нас с вами получается. Следующий оттенок это спрессованный глиттер. Не знаю, возможно будет им сделать свочь, либо нет. Ну, в общем-то, что-то в этом духе. Следующий оттенок Pre-Party. Красивый, металлический, совсем необычный металлический розовый оттенок. И из палетки. Это то, как у нас пока выглядят все оттенки. Следующий оттенок это спрессованные блестки. Прямо здесь и мелкие, и крупные. Я думаю, что вы на него обратили свое внимание. Вот так он смотрится. Покажу вам обязательно все поближе. Еще один оттенок под названием Dance Flo. Это металлик. Это зеленый, красивый, металлический оттенок. Следующий оттенок под названием Водка. Водка. Водка, водка. Странный, конечно, для водки цвет, но тем не менее. Так, дальше оттенок под названием Cheers. Куда мы с вами его нанесем? Давайте нанесем его вот сюда. Самое начало. И последний оттенок под названием Sapphire. Это тот самый Duochrome, про который я вам говорила. Он дуохромит зеленый и фиолетовый цвет. Смотрите, видите, как он красивый дуохромит. И, в общем-то, это то, как у нас выглядит вся палетка. Все 12. Оттенков из палетки. Очень красивая палетка. Мне кажется, что в свотчах она выглядит гораздо приятнее, чем когда смотришь на упаковку. Так, девочки, свотчи сделаны. Свотчи я вам показала. И давайте переступать к макияжу. Так, девочки, я уже оформила один глаз вне камеры, потому что на камеру у меня никогда, прям в 90% случаев никогда не получается то, что я хочу. Поэтому да, оформила уже один глаз вне камеры. И сейчас будем то же самое делать на втором веке. Очень-очень сыпучая палетка. Прям осыпалось все, что могло и не могло. Давайте начинается оттенка текила. Вот этот светлый оттенок. Так. Красивый оттенок. Очень светлый. Далее беру другую кисть и буду набирать оттенок под названием Hand Over. Вот этот матовый оттенок. Так, девочки, не знаю, на каком моменте перестала записывать камеры. Я взяла второй матовый оттенок. Здесь их всего два. Вот этот более темный. И нанесла его во внутренний, внешний уголок. И сейчас пушистой кистью хочу их немножко подтушевать у границ. Пушистая чистая кисть. И далее я их смешаю между собой на вот такую маленькую мелкую кисть. Два наших матовых оттенка. И опять-таки подтушую чуть больше у границ для того, чтобы более плавным был переход. Так, готово. На этом можно пока остановиться. Дальше следующее, что я буду брать, это уже металлический оттенок под названием Masquerade. Вот этот розово-бордовый металлик. Буду набирать его на синтетическую кисть. И далее вспрызну немножко спреем-финишем. Потому что, опять-таки, повторюсь, очень сильно отсыпается палетка. И у меня уже нанесен тон, поэтому не хочется. Дальше очень долго возиться с тем, чтобы все это убирать. Я имею в виду все осыпание. Так, и наношу его опять-таки с двух сторон. Справа и слева. Очень красивый оттенок. Металлики в этой палетке, а фокалюр отличаются от привычных, таких мысленистых металликов. И они уже более привычной, обычной формулы. Они уже не утопают, так кисть не утопает настолько сильно в самой палетке. Так, готово. И дальше следующий оттенок, светлый оттенок. Опять-таки, металлик. Называется Pre-Party. Вот этот розовый металлический оттенок. Буду делать с ним все то же самое. На полуплоскую кисть. Немножко вспрыснула. И буду наносить его посередине. Так, девочки, готово. И, в принципе, на этом можно было бы остановиться. И в таком варианте мне все нравится больше. Но я все-таки решила добавить еще одного шиммерного, не шиммерного, а оттенка с блестками. Потому что очень интересно мне было протестировать и эту формулу в палетке. Поэтому дальше я взяла обычную маленькую кисть и набрала на нее оттенок под названием Magic Show. Вот этот светлый шиммерный оттенок. Не шиммерный, это блестки с прессованным глиттером. Убрала его на эту кисть. Опять-таки, очень хорошо вспрыснула, чтобы он закрепился. И нанесла посередине. Разного цвета эти блестки. Синие, синеватые, фиолетовые, розоватые. Так, девочки, готово. Дальше я делала стрелку. Стрелку я изначально хотела сделать черную, но потом передумала и решила сделать фиолетовую. Для того, чтобы она у меня получилась именно такая темно-темно-темно-фиолетовая. Сначала я все-таки сделаю черное основание, подводка от Focalure. Вот этой подводкой фломастером. И далее буду использовать уже фиолетовую подводку от Belor Design. Буду использовать ее сверху, чтобы оттенок получился одинаковым. Так, готово. И дальше, как я вам сказала, буду делать все то же самое, но уже фиолетовая подводка от Belor Design. Это у нас тон номер 4. Во вчерашнем видео я вам показывала эти подводки. И давайте переходить к нижнему веку. И после этого я уже нанесу тушь, накладные реснички вне камеры, чтобы видео не затягивать. И на нижний век и для начала мы будем наносить оттенок, который мне опять-таки очень хотелось протестировать. Мне кажется, что я использовала ну прям максимум из этой палетки, что могла. Вот этот оттенок внизу, он называется Sapphire. И он такой красивый дуохромный. И на другую кисть-карандаш, это кисть-карандаш из набора Бейли, мы с вами наберем так густо этот оттенок, вспрыснем его, прям очень хорошо вспрыснем, потому что он самый сыпучий из всех. И будем носить в середину нижнего века. Очень красивый оттенок, обязательно как-нибудь использую его соло. И далее на маленькую кисть-карандаш, которую мы с вами уже сто раз использовали, я вам ее показывала, набираем темно-матовый оттенок. Как я сказала, здесь их всего два, поэтому не ошибешься. И я его буду носить в оба уголочка. Так, готово. И дальше с остатками предыдущего шиммерного оттенка я чуть больше подтушую границы. Так, приблизительно что-то в этом духе. Дальше эту кисть очищу, наберу светло-матовый оттенок. И чуть-чуть-чуть все затушую. Это то, что касается глаз, то, что у меня сейчас получается. Сейчас я нанесу ту, что нанесу на клубные реснички и вернусь к вам. Так, девочки, я закончила с глазами. Это то, что у меня получилось. Обязательно постараюсь снять свой макияж поближе. Что-то необычное. Я давно не помню, чтобы я что-то придумывала хотя бы более-менее интересное, помимо просто матового оттенка на нижнем веке. Поэтому, да, мне нравится макияж. Вы знаете, что я люблю что-то креативное, что я люблю повозиться с макияжем и сделать что-то не совсем, возможно, для кого-то привычное. Но об этом попозже. Давайте сейчас определяться с цветом помад. У нас осталось два непротестированных на губах оттенка. 222 и 223. Сейчас я еще раз посмотрю, как они выглядят. Это у нас 222 и рядышком 223. Куда более розовый. Да, куда более розовый. Вот это у нас 223 и 222. Мне хочется добавить именно 222 оттенка. Вообще, я бы добавила свой любимый какой-нибудь коричневый нюд. Но коричневого нюда у меня нету нового на обзор, поэтому будем с вами использовать этот оттенок. Не знаю, насколько мне нравится, как он сочетается с этим макияжем. Давайте попробуем 223 нанести немножко в центр. Да, мне кажется, что так гораздо лучше. Оба оттенка очень красивые, но так как очень яркие, очень акцентные глаза, то хотелось бы чего-то менее заметного на губах. Но тем не менее, что имеем, то имеем. Сами по себе повторюсь, оттенки классные. Особенно 222, потому что более розоватые оттенки я люблю на других девушках. На себе люблю что-то более такое коричневато. Мне нравится обновленная формула. Мне нравятся новые оттенки. И помады это однозначно мои фавориты. Что касается палетки, палетка фокалюр, она однозначно классная. Она гораздо более интересная оказалась в действии, чем я думала, когда осмотрела на сами оттенки. И на этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Как всегда, жду вашу реакцию, жду ваши комментарии внизу. Потому что, пожалуйста, комментируйте, пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки. Это очень-очень помогает моим видео, очень помогает моему каналу. Вы знаете, что что-то непонятное сейчас происходит с YouTube постоянно. И мне и другим девушкам пишут, что не приходят оповещения о том, что выходит новое видео. У меня постоянно обновляется статистика, постоянно она разная. Поэтому, да, пожалуйста, помогите мне таким образом. Мне будет очень-очень приятно. И, как всегда, жду ваши комментарии, жду ваше мнение внизу, что вам понравилось, что понравилось не очень. И очень скоро мы с вами увидимся уже в новом видео. Всем пока-пока, до новых встреч!